Всем привет! Давно я всевозможные скандалы, интриги, расследования не озвучивал здесь и не обсуждал. Появился очередной повод. Повод это дисквалификация одного спортсмена из Тюмени. Решетников. Не помню имя, к сожалению. Не к сожалению. Он мне, в принципе, нахер не нужен. Я напомню, кто следит за моими обзорами, год назад, чуть больше года назад, там 13 месяцев, после Золотого Тигра в 2018 году, Решетников, который активно участвовал в соревнованиях НАП постоянно, привозил своих учеников каких-то на турнире, вдруг решил переобуться, потом выяснилось, что он в РПФ уходит. И решил, видимо, поставить какую-то галочку перед руководителем ВРПФ. Я даже общался с СПР, я извиняюсь. Я даже общался с Сергеем Лужневским. Я говорю, Серега, это что такое, на заказуху больше похоже. Потому что он написал там что-то 15 пунктов, очерняющих Золотой Тигр, и просто поставил все с ног на голову. Я ответил ему по всем пунктам, обвинил его в клевете, после этого мы дисквалифицировали его по морально-этическим соображениям, по нашему кодексу. И это был не первый случай, был уже у нас и Шаталин, которого мы дисквалифицировали по этому же поводу. Потом столько вони было, он там суд подавал на меня за оскорбление. И, к слову, он везде постоянно сейчас пишет, я не читаю, но мне неравнодушные прям подписчики, они думают, что мне безумно интересно, что он пишет. Больной человек что-то там постоянно пишет, и он, главное, им интересен. Он интересен как фрик, они постоянно его выставляют для того, чтобы поржать и пообсуждать. И постоянно мне вот это репостят, и он постоянно пишет, что он выиграл там все дела против меня. Я один раз к этому вернусь, больше не буду возвращаться, я обещаю. Каким образом он выиграл? Он подал в суд на миллион рублей ущерба о защите репутации, деловой репутации, как бизнесмена, как спортсмена и всего прочего. Суд принял во взнимание только оскорбление, оштрафовал меня на 7 тысяч рублей за то, что я назвал его долбоебом, слабоумным и там идиотом и все прочее. Ну, по большому счету я медицинскими терминами, это диагноз, это не оскорбление было. Ну, суд посчитал, если он считает, все остальное он откинул, естественно, никакой чести, никакой репутации. То есть, если он считает, что таким образом он высчитал, выиграл это дело, то есть он просил миллион, ему дали 7 тысяч, как дали? Ему пообещали, что когда-нибудь кто-нибудь ему заплатит. Конечно, ему никто не заплатит никогда. Ну, и в принципе и все. Если он считает, что он выиграл эти дела, ради бога, его честь и репутация защищена, которой, я так понимаю, никогда не было. Потом мы еще вернемся немного по моральным. Сейчас, значит, у нас решетников. Это, я напомню, значит, тренер, персональный тренер, он пишет в Тюмени, вот он тренирует. С ним было связано очень много скандалов. После того, как мы уже дисквалифицировали его, я записал пару роликов по поводу его натуральности, натуральности его учеников. Они там везде их дисквалифицировали, их ловят, НАП дисквалифицируют, они едут в другую область, там, из Тюменской или из Екатеринбургской едут в Курганскую, и там продолжают выступать. И мы как бы им уже там пожизненно, по-моему, его дисквалифицировали, я не помню. Но ученики абсолютно беспринципные, такие же, как этот тренер. Я тогда просто под флагами ЛГБТ их всех обозначил, назвал пидорасами, те, которые вот химичатся, а потом прутся. Я могу понять даже ФПР, потому что, я извиняюсь, наебать ФПР, это наебать государство. У нас есть выбор, у нас можно выступать в чистом дивизионе, можно в захимиченных выступать. У нас есть право выбора, поэтому вы и Петя, я извиняюсь, своих товарищей по помосту, а не государство. Это совершенно разные вещи. Ну так вот, значит, после этого еще продолжение было. Я там пару ролей, про его ученика что-то я там писал. Я выставлял фотографии, где они вот такие вот захимиченные, вот с такими банками выступают, продолжают выступать. Потом они в РПФ, СПР ушли, когда их выгнали. На последнем турнире на Гантели мне организаторы показывают, говорят, смотри, этот Решетников здесь болтается, у нас я приехал на Гантели, а он там болтается, кого-то он там выводит. Я подошел и сказал ему, чтобы он больше здесь не появлялся. На полном серьезе говорю, я тебя сейчас не выгоняю из этого зала, потому что ты кого-то там выводишь. Это будет не по-спортивному. Но тебе, я тебе объясняю, тебе нельзя. Вот он начал, что да я сам не выступаю, дисквалифицированные не имеют права находиться в одном зале с выступающими. Даже в зрительном зале не имеют права находиться. Для тех, кто не в курсе. Я ему все это объяснил, он мне дал слово, что больше не появится. Я надеюсь, что он больше не появится, потому что иначе, ну я не знаю уже, как с такими идиотами разговаривать. Вроде нормально объясняешь ему. Но на этом все не закончилось. Почему я сейчас вернулся к этой теме дисквалификации? Теперь его дисквалифицировали из СПР в РПФ. Я поговорил с Сергеем Длужневским, он мне объяснил всю ситуацию. Вот он мне скинул такое письмо, которое вот этот вот Решетников. Я не знаю, я в прошлый раз объяснял тюменским спортсменам, как вы этого пидораса терпите вообще в своем городе. Как он вообще у вас в каких-то залах появляется, если он конченый пидор. ФПР. Вот я извиняюсь, почему я завелся, значит я читаю. Гондон, если по-русски. Его не допустили в ФПР, местные на соревнования. Он вломил до кучи еще народа и начал им диктовать что-то. В итоге пострадали наши спортсмены и функционеры. Итак, письмо, которое написал Решетников. ФПР. Утро доброе, вчера что-то не дозвонился. В общем, есть такой интересный факт, ну а за ним и предложение. Вы нас отстранили, сославшись на пункт 1 постановления 102, но в списке участников есть спортсмены, также ранее участвующие в ФПР и альтернативных федерациях. Например, Лукиных Захар, Валежанин Павел, Хабаров Илья, Евдокимов Иванг, всех вломил, короче, Винокуров Игорь. Почему же тогда отстраняют только нас? Также хочу обратить внимание, что ссылаясь на пункт 1, сука, ебаный Павлик Морозов, на пункт 1 постановления 102, вы не имеете права отстранять, например, меня. Так как последний раз в ФПР я выступал в апреле 17-го, после этого выступил в мае 17-го в Федерации ВРПФ, и год после этого прошел, показывает пальчик. Согласно пункту 1 этого положения, там не сказано, что с момента последнего участия в соревнованиях альтернативных федераций должен пройти год. Также есть интересный факт, что старший тренер сборной Тюменской области ФПТО Павлов Игорь является на протяжении нескольких лет главным судьей и организатором соревнований, проводимых в Федерации ВРПФ. Последние соревнования прошли вчера, идут факты, Кубок России, также его воспитанница Ольга Ильницкая, мастер спорта ФПР, и судья ФПР вчера аналогичным образом судила данные соревнования. Я думаю, это очень интересные факты для руководства ФПР в Москве, и предложение, собственно, такое. Слушайте, вы в лице руководителя ФПТО, допускаете меня, Шипулова и Татьяну, запомните, сука, эти имена, блять, я не знаю, кто такая Татьяна, блять, на чемпионат Тюменской области 16 октября и последующие соревнования, и проходящие в Тюменской области, а этой информации никуда дальше и выше не пойдет. Кстати, по всем вышеизложенным фактам, есть официальная документация, фото и видеосъемка, а также будут и показания свидетелей. Нам лишь хочется выступать как спортсменам и не более, без обид. Какие вы спортсмены, вы конченные пидоры, вы просто пидоры все. Союз ЛГБТ в Тюмени, блять, образовался где-то у вас в спортзалах. И я вам спортсменам тюменским сто раз говорил, как вы терпите эту гниду среди своих в своих рядах, как вы допускаете их вообще в зал просто тренироваться или болеть за кого-то на соревнованиях. Гоните всех их сук в шею. И вот этого тренера, и вот этих учеников его ебаных, блять. Ну и продолжение. Это Решетников написал в областной ФПР Тюмени. Они его послали. Он стал звонить Алифтине. Это главный секретарь ФПР. В итоге всех дисквальнули и влепили выговор ребятам, которые в Тюмени работают в ФПР и ВРПФ. Далее он стал ходить по всем инстанциям государственным и пытаясь найти правду и снять дисквал. Там эпопея и она продолжается. Ну и все прочее, там уже дальше не относятся к теме. Вот, что я эмоционально вам донес. Среди нас очень много пидорасов, которых надо удалять. Просто, блять, вычеркивать, вырезать просто, сука. Вырезать, блять, каленым железом выжигать, блять, из наших рядов. И вот следующий вопрос, который я хотел поднять. Это касается и Шаталина в том числе. У нас, значит, состоялся перед этим, состоялся разговор. Мое предложение какое? Я выношу это на обсуждение всех спортсменов и руководителей федерации. Когда человека дисквалифицируют за допинг-контроль? Его дисквалифицируют на какую-то... Да, это некрасиво, это нехорошо. Но его дисквалифицируют на какой-то срок. Допустим, на год или на два, да? Не пожизненно. Через год-два он может вернуться. В альтернативе еще проще. Он может просто пойти в химики и выступать спокойно. В чистых дивизионах просто нет. Через год-два он опять вернется, опять может идти в чистых выступать. Пока опять не словится. Я говорю о морально-этических нормах. Я говорю вот о таком поведении. Шаталин поступил точно так же. Когда его дисквалифицировали, его за аморалку дисквалифицировали. За то, что он оскорбил умершую спортсменку, которую все знают. За то, что он обвинил руководство, то есть меня в лице НАП, что я химичу своих учеников. Что я в том числе эту Катю Пузыренко, которую я никогда в жизни не тренировал. У нее был свой тренер, я уже говорил неоднократно. Что я ее химичил и поэтому от химии она умерла. Это клевета отвратительная. Она умерла от аллергии, от врачебной ошибки и прочее. Но за это нужно дисквалифицировать. Во-первых, пожизненно так мы сделали. Во-вторых, что я выношу на предложение спортивного сообщества? Лишать всех званий. Вы понимаете? Лишать всех званий. Потому что этот тварь продолжает... Я прошатали нас сейчас. Он продолжает везде говорить, что он там скольки-то кратный чемпион мира. Понятно, что все это фуфлыжно. Это у Виткевича он там что-то поднимал в армлифтинге. В пустых абсолютных дивизионах. У нас мемов полно фотографий, где он на фоне плаката с красной изолентой, где написано МАА, там, Федерация армлифтинга. Он чемпион мира. Сам провел среди там 5-6 спортсменов. Сам назвал себя чемпионом мира скольки-то кратным. Лишать нужно. Таких званий лишать. Я говорил на эту тему с Виткевичем. И, кстати, Сережа Долужневский вчера тоже спорил. Вот они как бы не согласны. Вот смотрите, что пишет Николай Виткевич. Это президент у нас армлифтинга. Шаталин тоже накосячил, как стукач, подлец и доносчик. А не как спортсмен. На соревнованиях у твоего НАП ни разу к нему претензий не было. Медали вручали и кубки постоянно до самой дисквалификации. Понятно, до самой дисквалификации. Но потом-то мы изгоняем его из своей ассоциации. Почему? Потому что он не достоин там присутствовать. А достоин, блядь, называться чемпионом мира по версии НАП, что ли? Я не понимаю. Каким образом? И Сергеем Долужневским я тоже пытался доказать. Я даже залез, много фактов нашел. Когда спортсменов выгоняют и лишают всех званий. То же самое. Ну, типа вот, если олимпийского чемпиона лишают, у него забирают просто медали и званий. Я нашел кучу примеров, когда решают звание мастера спорта, звание спорта международного класса. Когда, если человек пожизненно дисквалифицировал. Если вот такая тварь, как Решетников. Если он накосячил. Как он может называться там каким-то? Он же будет считать себя, и везде будет писать. Я персональный тренер, я чемпион мира по СПР, ВРП, ФЖД там. Или там по НАПу там, или по ВПЦ. Он же будет являться чемпионом мира по нашим версиям. Так это в нашей власти лишить его. Именно, я не говорю за допинг-контроль. Я говорю, там есть какие-то рамки. Если человек пожизненно лишен. Решетников пожизненно лишен. СПР, ВРП. Я не знаю, кстати, у нас, я не знаю у нас, насколько он лишен. Это раньше, в 2018 году было. Шаталин пожизненно лишен. Он не имеет права никогда выступать, не имеет появляться в зале. И я считаю, что не имеет права носить звание, которое он заслужил. Вот он, вот Светкевичам прям поругались в очередной раз. Вот он доказывает, нет он настоящий мастер спорта. Нет у него какой-то бред он там несет по поводу того, что он там чуть ли не рекорд мира там на 2 килограмма или на 5. Делал в тяге. Ну, блин, шут гороховый. Ну вот, вот я что на ваш суд решил вынести. Скажите свое мнение, сделайте репост по возможности. Я редко прошу вас сделать репост. И обсудим именно этот вопрос. Достойный ли, правильно ли будет лишать спортсмена пожизненно лишенного за аморалку, правильно ли будет лишать его спортивных званий и наград? Вот что я хотел сказать. Всем пока, это был обзор от Полей Реформа.